Чем бы вы не хотели заниматься в жизни, вы должны привести себя к моменту радости и ясности внутри. И что бы вы ни решили в этот момент, даже если это будет стоить вам жизни, вы должны придерживаться этого. Ваши эмоции могут колебаться то вниз, то вверх. Ум может говорить разные вещи, не имеет значения. Утром ум говорит одно, вечером другое. Сегодня ум говорит одно, на следующий день совершенно другое. Это не имеет никакого значения в момент ясности. И почему я говорю о радости? Потому что когда вы счастливы, вы не компульсивны. Когда вы очень счастливы и находитесь в состоянии ясности, в этот момент, если вы увидите, вот это для меня наиболее разумно, просто делайте это, даже если это будет похоже на ад. Это не важно. Даже если вы пройдете через ад в следующие 10 лет, просто продолжайте. Потому что именно в этом кроется ваше благополучие. Если вы находитесь в компульсивных состояниях, то принимая решение относительно того, в какую сторону повернуть в жизни, вы всегда будете потеряны. Дело не в том, что именно вы делаете, а в том, что вы делаете это, не сворачиваясь в пути. Если каждый день вы то здесь, то там, тогда ничего не получится. Вы должны быть непоколебимы, сосредоточены на одном направлении, и не важно, что это. Если вы хотите быть мясником, будьте мясником, не меняя курс. Вы увидите. Вам откроются новые измерения. Не меняя курс даже на мгновение, просто придерживайтесь того, что вы решили в момент ясности и радости, не колеблясь ни на секунду. Никто не сможет вас этого лишить. Каждый день ваши мысли и эмоции летают то в одну сторону, то в другую. Вы постоянно меняете свое решение. Постоянно меняя решение, вы будете бесконечно ходить кругами. Потому что тот, кто слишком часто меняет свое направление, очевидно, не изинтересован в том, чтобы достичь цели. Не так ли? Земной шар круглый. Поэтому неважно, в каком направлении вы идете. Если вы идете целенаправленно, вы совершите путешествие. Не так ли? Вы закончите путешествие. Если вы меняете свое направление, это будет вести вас лишь к бесконечному состоянию потерянности. Если вы хотите быть там, будьте там. Нет проблем. Хотите быть здесь, будьте здесь. Не передумывайте каждый день, утром направляясь в одну сторону, вечером в другую. В таком случае, вы будете мучением как для себя, так и для всех окружающих. Тот, кто постоянно меняет свое решение, мучает и себя, и окружающих. Разве не так? Сейчас вы думаете, завтра утром я займусь йогой. А на следующее утро, когда звучит гонг, в пять часов утра, я слышу это каждый день. Не уверен, слышите ли вы. в тот момент, когда звучит гонг, может, там лучше бить в барабан. Тогда ваше тело говорит, к черту это йога, все, что я хочу, это... приоритеты бесконечно меняются. Можно жить по-другому. Когда величайшие радости, которые вы знали в своей жизни, самые большие удовольствия, которые вы знали в своей жизни, будут выглядеть как удовольствия масштаба муравья. Это создание способно на такое. В том, что касается тела и ума, все мы имеем различные возможности. Не существует двух тел с равными возможностями, не существует двух умов с равными возможностями. Но когда дело доходит до этого создания, каждый обладает равными возможностями содержать все мироздание внутри себя. Ученые говорят, что Вселенная расширяется. Как же вместить это в себе? В этом и заключается вся красота. В этом существе, в этом создании может содержаться то, что бесконечно, то, что является вечным, безграничным, то, что беспрерывно расширяется. В этом плане нет двух существ, обладающих разными возможностями. Все обладают одинаковыми способностями. Но этого не происходит, потому что вы постоянно меняете направление. Где бы вы не находили удобную для себя нишу, вы пытаетесь там устроиться. Эта так называемая цивилизация нанесла невероятный урон духовному процессу. Не самым его основам. Я хотел бы сказать, что... Потому что если бы вы были кочевником, намадом... Вы знаете, что означает слово намад? На английском намад значит «номад», То есть, что вы не сумасшедший. Так кто же не является намадом? Тот, кто безумен. Тот, кто безумен, обустраивается. Не сумасшедший движется дальше и дальше. Нигде не обустраивается. Как только мы перестали быть намадами, мы столкнулись с определенным сумасшествием, связанным с безопасностью и защитой. Будь это на физическом, психологическом или эмоциональном уровне, мы всегда ищем такую нишу, где мы можем комфортно устроиться и заснуть. И как только вы находите такую нишу, и она становится слишком приятной и комфортной, тогда у вас не хватит смелости выйти наружу и отправиться в путешествие. Если вы хотите лишь отправиться на пикник, тогда все в порядке. Иногда такое происходит. Если вы хотите попытаться подняться на седьмую вершину, к тому моменту, как вы подниметесь на определенную высоту, ваши колени начнут скрипеть, а ваше дыхание будет напоминать паровоз. Тогда вы оглядитесь вокруг. Бамбук, красивые скалы, все такое красивое, долина такая прекрасная. В чем смысл делать еще один шаг? Все и так замечательно. Вот оно. Ваш ум говорит вам, вот оно. Я не оспариваю красоту этого места и не ставлю под сомнение, что находиться там приятно. Но сейчас к вам пришло такое решение. Появился этот новый уровень логики просто потому, что ваши легкие работают как паровой двигатель, а ваши ноги скрипят как несмазанная телега. Итак, появляются новые умозаключения. Вы замечали, что каждый раз в разных ситуациях, в которых вы попадаете, в разных состояниях комфорта или дискомфорта, в которых вы попадаете, вы разрабатываете новые умозаключения, новую логику? Вы замечали за собой такое? В студенческие времена каждый является коммунистом. Стоит вам получить образование и устроиться на работу, как вы становитесь социалистом. А после свадьбы все становятся капиталистами. В соответствии с новыми ситуациями, разной степенью комфорта или дискомфорта появляются новые уровни логики. Сейчас мир пришел к тому, что маоисты становятся капиталистами. Тогда все, понимаете? Это уже слишком. Подобное будет происходить, поэтому в определенный момент ясности и радости просто посмотрите, что будет способствовать вашему благополучию. И просто придерживайтесь этого. Даже если завтра для вас это покажется кошмаром, не имеет значения. Просто продолжайте. В этом и будет благополучие. Если вы продолжите менять направление, тогда ничего не произойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!